Пока США, Россия, Турция и другие страны, вовлеченные в сирийский конфликт, ведут переговоры, сирийская армия успешно наступает в районах контролируемых оппозиций. Это подтверждают и сами повстанцы. В течение последних двух недель силам Асада, а речь идет о поддерживаемых Ираном шийских формированиях, лиманском движении Хезбалла и, собственно, российской авиации, удалось установить контроль над 70% на территории Алеппо. Оппозиция не сдается и оказывает сопротивление. Однако силы их не равны, и сейчас мало у кого вызывает сомнения то, что Алеппо падет. О том, что будет с повстанцами, вчера неоднозначно сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что повстанцы — это террористы, и против них будут вестись боевые действия. Когда Россия закончит с Алеппо, она вплотную займется с северо-западными районами Сирии, где расположено самое сильное сопротивление Асаду. Россия настроена решительно. На заседании Совета безопасности ООН Россия в шестой раз заблокировала резолюцию по Сирии. Проект резолюции предполагал введение семидневного перемирия в Алеппо. За проголосовали 11 членов СОВБЕЗа. Россия и Китай воспользовались правом вето. Представитель России в ООН Виталий Чуркин аргументировал это так. Мы знаем, такие передышки каждый раз использовались боевиками для пополнения запасов и восстановления сил. Неужели сохранение их контроля над несколькими кварталами города стоит страданий тысяч людей? США, Британия и Франция выразили свое нескрываемое возмущение, но сделать ничего не смогли. Китай и Россия, как постоянные члены СОВБЕЗа, блокируют все резолюции, которые направлены, по их мнению, против Башара Асада. Позвольте мне рассказать, против чего сегодня проголосовали Россия и Китай. Они проголосовали против доставки лекарств людям, которые без этого умрут. Они проголосовали против эвакуации больных и умирающих, у которых нет шансов выжить в больницах под бомбежками. Они проголосовали против доставки еды мирным жителям, которые могут умереть от голода. Это смертный приговор для невинных мужчин, женщин и детей. По подсчетам ООН, в осажденными силами Асада районах находится до 200 тысяч человек. Недавний прорыв сил Асада вглубь Восточного Алеппо, а также захват аэропорта, полностью отрезал повстанцев и мирное население от путей доставки оружия и продовольствия. На этой неделе министр иностранных дел Турции Мевлю Чаушогу призвал к незамедлительному прекращению огня в Сирии. Он также подчеркнул, что Башар Асад не может управлять страной. Мы поддерживали президента Асада до того момента, когда он стал убивать собственный народ. У нас были хорошие отношения. Мы стояли вместе с Сирией и с сирийским народом. Но давайте посмотрим правде в глаза. Человек, который убил более 600 тысяч человек, не должен управлять страной. Напомню, что президент Турции Раджеп Тепердоган 29 ноября заявил, что целями военной миссии Турции в Сирии является свержение Башара Асада. Это заявление вызвало, мягко говоря, недоумение в России. И через два дня турецкий президент разъяснил, что имел в виду борьбу с террористами. И вот сегодня в Москве премьер-министр Турции Бен Али Илдрым будет обсуждать планы по Сирии с президентом Путиным и премьером Медведевым. Взятие Алеппы станет самой главной победой для президента Асада с тех пор, как в 2011 году в Сирии началась гражданская война. Однако проблема Башара Асада не закончится восстановлением контроля над Алеппо. Напомню, что на севере Сирии курские и арабские формирования сражаются с так называемым ИГИЛом. Их целью является освобождение города Ракка, который так называемый ИГИЛ провозгласил своей столицей. Более того, ситуация в Сирии также зависит от того, как закончится операция по освобождению иракского Масула от ИГИЛа. И даже если Ракка и Масул будут освобождены, и в Алеппо падет, говорить о мире в этом регионе еще очень рано. То, что ни западные страны, ни арабские соседи Сирии не смогли ничего сделать для того, чтобы спасти жителей восточной части Алеппо от смерти и голода, говорит о том, что впоследствии они не смогут оказать значительного влияния на судьбу Сирии. По моим наблюдениям, сейчас проходят переговоры о своеобразном разделении Сирии. Некоторые части будут контролировать турки, какие-то районы отойдут курдам, какая-то часть останется под контролем Асада. Его власть зависит от внешних сил. Сам по себе сирийский режим очень слабый. Взятие Алеппо будет означать, что Башаль Асад останется у власти. Вопрос только в том, какой часть всей страны он сможет реально управлять. Потому что даже неся потери повстанцев, а среди них есть и группировки, признанные террористическими, все же останутся и вряд ли сложат оружие. Вопрос также в том, и что же будет с теми четырьмя с лишним миллионами сирийских беженцев, разбросанных по странам Ближнего Востока и Европы. Шахид и Куб. Настоящее время.